Леонид Николаевич, первый вопрос очень трудный. Есть ли у Вас произведение, которое Вам особенно хотелось бы исполнить? Или, может быть, композитор, в который хотелось бы играть? Или круг произведений? Понятно, что очень сложно такой вопрос ответить, и Вы можете немножко уйти от прямого ответа и, может быть, поговорить о репертуарных предпочтениях. Что Вы хотели бы нашей публике дарить на наших концертах? Большое спасибо всем за то, что Вы пришли на этот концерт. Но на этот вопрос существует достаточно банальный ответ, что моя любимая музыка – это та, над которой я работаю в настоящий момент. И я должен сказать, что до сегодняшнего дня, наверное, наиболее желанное произведение в моей жизни – это была, наверное, первая симфония Малера, которой я морально и внутренне двигался на протяжении уже, наверное, шести лет. И только в этом сезоне, благодаря силам нашего коллектива, благодаря тому, что наш оркестр действительно сейчас находится на подъеме и в очень хорошей творческой форме, благодаря этому эта мечта осуществилась. Две недели назад было мое любимое сочинение – это шестая симфония Чайковского, патетическая, о которой тоже я долго думал, мечтал, до этого дирижировал, наверное, раза два, но каждый из этих раз у меня, как мне казалось, не получался. Но сейчас я могу констатировать, что, в общем, это было достаточно успешно, это было хорошо. Дальше я начинаю думать об опере Евгении Онегина, которая будет открываться в нашем фестивале «Мир эпох и имена». Поэтому те или иные произведения, которые стоят в репертуаре, ты их ставишь не просто так, потому что ты их любишь. А степень влюбленности в эти пьесы постепенно растает ближе к концерту. Спасибо. Густав Малер, когда выглавлял в Будапеште оперный театр, поставил главной задачей сделать так, чтобы опера звучала на родном языке венгерском. Надеюсь, вы это знаете. Я чувствую, вы хорошо знаете. Лучше меня. Но не в этом дело. Вот в настоящее время в нашей России сейчас стал поворот таким образом, что оперы должны исполняться на языке оригинала. Вот ваше отношение каково? Я, конечно, понимаю, музыка, голос. Это главное. А что, слово совсем ушло? Особенно у нас, когда исполняют оперу на итальянском еще. Лично ваше отношение, как вы считаете? Вот Малер так считала вы. Вы знаете, я вообще родился в городе Киев, на Украине. Ну, так случилось, хотя у меня все мои близкие, они все русские. Но родился я там. И моя мама рассказывает, что с моим папой и семьей папиного друга они пошли в киевскую оперу на оперу «Свадьба Фигара». Причем, значит, Фигара там пел по-итальянски, хор пел по-украински, а все остальные пели по-русски. И после этого спектакля папин друг, тоже архитектор, как и мой папа, он сказал, я что-то не понял, кто из них Фигара. Но суть не в этом. Суть заключается в том, что, вы понимаете, когда композитор пишет, это действительно здорово, что вы упомянули о том, что в Венгрии Малер начал поднимать театр с того, что он заставил всех петь на венгерском языке. Это действительно так. Но ведь само строение мелодии, оно исходит непосредственно из той фонетики, для которой она написана. Потому что тот или иной язык, он обладает определенной вокальностью или не вокальностью, определенной, вернее, степенью вокальности. И когда композитор пишет для того или иного языка, то он должен обязательно учитывать вот те гласные и те звуки, которые будут распеваться в ариях, речитативах и так далее. Поэтому, вы знаете, сейчас в мире существует такая практика. Ну вот, допустим, бывает же, на фестивале приезжают какие-то зарубежные театры, допустим, из Германии. Играют они спектакли на немецком языке, но висит вот эта строчка, которая как бы дублирует вот этот текст, но на русском языке. И поэтому, мне кажется, это наиболее такой приемлемый вариант. А еще лучше, конечно, когда идешь вот на спектакль, на концерт, конечно, еще лучше, когда заранее немножко готовишься и там, ну, и смотришь сюжет, сейчас это, в принципе, достаточно доступно. Вот, поэтому мое отношение все равно такое, что нужно петь как бы на языке оригинала. Потому что, ну, во-первых, и подтекстовка, и какие-то, знаете, какие-то штрихи, они на другом языке, они просто могут не сработать. Вот и все. Наверное, вот так вот я отвечу. Да, поэтому я считаю, что нужно, чтобы это исполнительные языки и оригиналы, а там уже степень компетентности слушателя от этого зависит, насколько хорошо ты поймешь или не поймешь, вот то, о чем ушла речь. Ваш план на этот год и на следующий сезон? Ну, мои планы, как бы, такие личные, творческие, я думаю, что это не так интересно. Я думаю, что интереснее наши планы, касающиеся вот деятельности нашего симфонического оркестра. Ну, во-первых, конечно, это нам предстоит участие в фестивале «Мир, эпоха, имена». Это грандиозный фестиваль, в котором вот в течение более чем за месяц нам предстоит сыграть семь различных концертов. Причем, вот я уже говорил вчера на пресс-конференции, что оркестр предстанет там во всех, ну, скажем так, во всех жанрах. То есть там он будет выступать, аккомпанировать Ларису Долиной, как эстрадный коллектив. Он будет исполнять оперу Евгения Онегина, как оперный оркестр. Он будет играть концерты с развлекательной музыкой, как такой легкий развлекательный оркестр. Будет музыка джазового композитора канадского. Здесь мы должны будем демонстрировать навыки джазового исполнительства. То есть вот очень обширная такая палитра программная. И мне очень приятно, что вот симфонический оркестр, как я еще раз сейчас утверждаю, и вот сегодняшний концерт был этому подтверждением, находится на подъеме. Наш оркестр должен уметь играть все. И он практически умеет играть все. И вы знаете, это большое счастье. Ну, потом, благодаря тому, что у нас укрепляются такие прочные связи, в частности вот с Московской филармонией, в этом году уже у нас были гастроли в Саранск в рамках программы, всероссийской программы, всероссийские филармонические сезоны. Вот. Нас ожидает выезд в Ижевск и Воткинск на закрытие фестиваля Чайковского. Это будет 6-7 мая. И я должен сказать, что это очень престижное приглашение, и мы уже как бы готовимся к этому. Там в программе с нами выступает замечательная Екатерина Мечетина, которая будет играть третий или второй концерт Рахманина. Я сейчас вот точно уже не помню, но вот или второй или третий. А на второе отделение, на закрытие всего фестиваля, нас попросили сыграть 6-ю симфонию Чайковского. Вот. Потом в конце июня мы выезжаем на два дня в Тольятти. Там будет проходить большой оперный фестиваль, которым руководит уже сейчас достаточно известный дирижер Фабио Мастранджело. И вот он пригласил именно наш оркестр, хотя в Тольятти тоже существует симфонический оркестр неплохой, но он пригласил наш коллектив, и он там будет дирижировать. Я буду только наблюдать со стороны. Вот. Затем, после лета, нам предстоят очень важные для нас гастроли. По России это вот 12 ноября 2019 года мы будем выступать в концертном зале Чайковского, в зале Московской филармонии. Это, скажем так, ну, наверное, это самая главная, самая центральная площадка нашей страны. И мы выступаем там в рамках абонемента симфонических оркестров России. Мы будем играть там 4-ю симфонию Чайковского. С нами выступит там в качестве солиста замечательный скрипач Никита Борисоглебский, заслуженный артист. Он будет играть 5 пьес для скрипки и симфонического оркестра, ну, 5 пьес для скрипки и фортепиано, сделанных для симфонического оркестра. Вот. Потом мы переезжаем в Нижний Новгород, и потом у нас будут очень тоже для нас важные концерты. Это Вологда-Череповец, но не подумайте, что это Вологда-Череповец, такие маленькие городки. Дело все в том, что Вологда – это родина нашего выдающегося русского композитора Валерия Гаврилина. И каждый год там проходит фестиваль, посвященный Валерию Гаврилину. И опять же мы будем принимать участие в концерте, закрытии фестиваля в Вологде и в Череповце. То есть для нас вот возможность таких выездов, благодаря тому, что у нас есть надежные партнеры, надежные друзья Московской филармонии, которые тоже заинтересованы в нашем продвижении, вот, мне кажется, что это для нас очень важно, это для нас такие колоссальные плюсы. Вот. Ну, дальше я пока не могу загадывать, что будет дальше, потому что мы всячески работаем, опять же, над какими-то зарубежными гастролями, но ситуация, понятно, что очень непростая, потому что оркестров очень много, даже для того, чтобы выехать в Европу, в той же самой Румынии, в той же самой Венгрии, огромное количество коллективов, которые хотят выступить в той же самой Германии, Франции, там, Испании, Италии, Англии. Вот. Поэтому там сбивают цены, там и так далее. То есть это очень непростой такой момент, но мы делаем все для того, чтобы оркестр начал выезжать и за границу. Поэтому я надеюсь, что вот каждый такой концерт, как сегодня, это ступень наша к такой, знаете, серьезной, может быть, сначала всероссийской, а потом, может быть, европейской известности. Вот. Это вот наши планы, касающиеся вот этого и, может быть, следующего сезона. С извинением за философский вопрос. Вдруг вы знаете, зачем человечество придумало музыку? Похоже, раньше, чем речь и язык. Мы, музыканты, конечно, знаем, для чего была придумана музыка. Вот. Но я думаю, что, понимаете, музыка – это тот, наверное, единственный вид искусства, который не требует никаких усилий для восприятия, потому что на картину нужно смотреть, да, книгу нужно прочесть, сделать над собой какое-то усилие. А для того, чтобы воспринимать музыку, я думаю, что нужно просто прийти на концерт. И, да, вот, Рим Владимирович подсказывает, что не требует перевода. Вот. Поэтому, значит, ну, она не требует перевода, но она требует, музыка требует правильного прочтения. Потому что мы, музыканты, вот, вы знаете, на нас лежит колоссальная ответственность. Почему? Потому что мы много знаем таких высказываний, что я терпеть не могу классическую музыку. Ну, вот меня в детстве там водили на какие-то концерты, и вот опять эти, значит, музыканты, и вот опять, значит, пианино. А на самом деле, вы понимаете, музыка, ведь она настолько увлекательна, она настолько целительна, и она настолько волшебна, вот, по своей сути. Просто, к сожалению, не так много людей умеют научить правильно прочитать нотный материал. Потому что, вот, знаете, вот иногда, ну, я с огромным уважением отношусь к нашим замечательным музыковедам. У нас всегда такой полный консенсус и полное взаимопонимание. Но когда в консерватории есть такой анекдот, когда девушка-музыковед приходит на экзамен по музыкальной литературе, ее спрашивают, говорят, ну, вот, скажите, пожалуйста, ну, вот, можете сыграть тему? Она говорит, нет, не могу. Ну, вот что-то вы знаете? Она говорит, вы знаете, я музыки не знаю, но охарактеризовать могу. Понимаете? И вот, когда речь идет вот о людях, которые читают книжки такие, знаете, мудреные, вот, или еще что-то, а потом с умным видом начинают вещать свое, свой, знаете, свободный пересказ того или иного автора, я ни в коем случае не хочу высказываться негативно о выдающихся мастерах, выдающихся исследователях. Но для исполнителей это могила, если ты начинаешь изучение музыки с книги, потому что исполнитель должен в первую очередь открыть ноты и попытаться прочитать то, что написано там. И каждый раз, каждая твоя встреча с тем или иным сочинением – это праздник, потому что, вы знаете, вот, правило менеджмента, оно гласит, что, значит, вот, каждую неделю для того, чтобы, значит, у тебя был личностный рост, каждую неделю ты должен знакомиться с человеком, который выше тебя, вот, по каким-то, значит, по мышлению, там, еще почему-то. А я на это говорю, что, вы знаете, мы счастливые люди, потому что вот одну неделю мы знакомимся близко с Чайковским, да, потом мы следующую неделю познакомились с Майлером, тоже неплохо, вот, потом пройдет время, мы опять вернемся к Чайковскому, потом у нас будет Рахманинов, потом у нас вообще целый, знаете, целый букет шедевров, когда мы играем, там, и Половецкие пляски, у нас и Мусорский, и Бородин, и Чайковский, и Глинка, и все это в одном концерте, и ты думаешь, надо же, какой ты счастливый человек, потому что вот все это многообразие ты можешь вместить в себя, и насколько ты становишься богаче, когда вот все те шедевры, которые люди приходят слушать на концерт, они у тебя лежат всегда под рукой, и ты можешь всегда к ним обратиться, посмотреть, пообщаться с этими произведениями, и ты понимаешь, что ничего в жизни больше, наверное, не нужно, может быть, это такое крамольное утверждение, но так оно и есть. Поэтому, возвращаясь к нашему вопросу, я могу сказать, что музыка, наверное, это самое прекрасное, что есть в жизни, а если она еще правильно исполнена, то человек уходит счастливый с этого концерта, это ведь, понимаете, что-то вас заставило тоже прийти сюда и остаться, хотя, как бы, концерт уже закончился, уже, в общем, 20 минут назад можно было бы уже до дома доехать. Вот, но вы почему-то остались, и, вы знаете, мне это очень приятно. Большое вам спасибо. Значит, какую-то цель мы достигли. Илья Николаевич, ну, после Майлера, прошу прощения, я задам все-таки один маленький вопросик, раз взяла в руки микрофон. А вот продолжение будет? Вы сейчас увлекли нас Майлером настолько, что кто-то для себя его открыл, кто-то еще раз встретился и полюбил вновь. Мы еще будем слушать Майлера в вашем исполнении? Ирина Владимировна, не далее, как вчера, мы с вами обсуждали план нашего концертного сезона следующего, вот, и 7 июля 2020 года, через год, Майлеру исполняется 160 лет. Конечно, хотелось бы, может быть, именно день в день сделать какой-то концерт, но, видите, у нас, к сожалению, еще не так сильна культура вот таких, как это принято сейчас говорить, open-air, что-то делать, какие-то концерты на открытом воздухе. Но я думаю, что вот сделать какой-то такой действительно серьезный проект, может быть, даже и на открытом воздухе, а может быть, здесь, в концертном зале, тоже посвященный Майлеру, я думаю, что это было бы здорово, но надо сказать, что кроме Майлера существуют такие выдающиеся композиторы, как Антон Брукнер, да, существуют такие замечательные композиторы, которых мы, кстати, тоже немножко забываем, тот же самый Шостакович, тот же самый Прокофьев, потому что их произведения очень сложны для исполнения, и всегда немножко опасаешься. Но я очень надеюсь, что и Майлер, и Брукнер, и тот же самый Пауль Хиндемидт, я думаю, что они все будут звучать в программе нашего концерта, в наших концертов. Другое дело, что следующий сезон, он связан с Бетховеном, потому что в следующем году исполняется 220 лет, в 2020 году исполняется 250 лет, прошу прощения, со дня рождения Бетховена, и мы тоже ставим перед собой такую задачу поиграть хотя бы наиболее значимые сочинения Бетховена. Поэтому оркестр должен развиваться, должен играть все, поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом. Но первая симфония, я должен сказать, это такая очень хорошая, очень серьезная планка для нашего коллектива. Спасибо, что допустили к микрофону. А я хочу обратиться к слушателям и к зрителям. донести до них такую мысль, что музыка – это самое эфемерное проявление. Вот прошел концерт, дирижер все сделал, оркестр все сделал, он донес. Но если это не записано, это все. Это останется в сердцах тех, кто пришел. И представляете, те, которые это не слышали и не слышат записи, они это уже невынисполнимое. То есть я к чему это говорю? Что и книгу можно почитать, и архитектуру посмотреть, и ту же картину посмотреть. Но музыка, исполнение живое, в концерте, если это не записано на камеру, не делается запись. А запись – это ведь, знаете, это такой момент, когда бывает, частями записывают, и нет такого же вдохновения, как целиком исполненное произведение. С таким подъемом и дирижер выкладывается, и оркестр играет, и публика довольна. И вот представьте себе, сколько вы потеряли, если вы не ходите на другие концерты, на других композиторов. Понимаете, я к чему это говорю? Ходите на все концерты. Потому что то, что слушается в записи, по телевидению, это совершенно другое. Когда идет контакт между дирижером, оркестром и зрителями, это совершенно другое впечатление. Ну, и я себя хочу сказать. Я сегодня уезжаю, чтобы послушать восьмую симфонию Малера в зале заряди. Вот мне очень хочется живое исполнение, хотя по телевизору и в записи оно есть. То есть я такой слушатель, что мне нужно именно живое исполнение. Я вас призываю, ходите и больше того, приглашайте людей. Делитесь впечатлениями, чтобы наш зал был всегда заполнен. И именно на серьезной классической музыке. Спасибо большое за внимание. И большое спасибо дирижеру. Девушка одна осталась у нас в свет. Да, добрый вечер. Я для начала выражаю вам огромную благодарность, признательность за вашу работу, за то, что вы с нами. И на ваших концертах, на ваших концерты душа откликается и буквально поет. Я думаю, многие согласятся и поддержат меня. Да, такой вопрос. Как вы думаете, как сложилась бы ваша судьба, если бы вы не связали свою жизнь с музыкой? Что могло бы быть, в чем вы могли бы реализовать себя? Вы знаете, спасибо за вопрос. Дело все в том, что я даже не представляю, что бы было, если бы музыки не было. Потому что музыка, наверное, то единственное, что я хоть как-то умею делать. Еще я умею немножко готовить. Но, вы знаете, мне всегда хотелось быть разведчиком. Потом мне хотелось быть летчиком. Ну, вот что-то такое. Потом мне хотелось быть хирургом. То есть, вы знаете, какие-то такие благородные профессии, связанные вот со спасением людей. Я вот, ну, вот, наверное, это. Не знаю, что бы было. Потому что это, знаете, как говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но мне кажется, что вот что-то такое куда-то меня бы вот в такую сторону вывезло. Вот. Но я стал дивизором, и я ничуть не жалею. Потому что у нас есть возможность хоть как-то исцелять человеческие души. Потому что каждый, кто, я думаю, что каждый из нас, кто выйдет сегодня после концерта, да, он станет чуточку, может быть, где-то внутри чище, может быть, чуточку добрее. Вот. И просто хотя бы в течение одного вечера задумается о вечном и о чем-то таком, самом-самом главном, самом сокровенном для себя. У меня такой вопрос. Когда создался наш симфонический оркестр, вначале к нам у нас были великолепные дирижеры. Серов, Алексеев. Нет, ну они всегда были, конечно. Ну вот те первые дирижеры, особенно Серов, он, мне кажется, он всем запомнился. Но поскольку у нас провинция, они у нас быстро уезжали. Вот хотелось бы узнать, вы надолго к нам или нет. Вы знаете, когда я работал в Хабаровске, на Дальнем Востоке, я работал там в течение пяти лет, возглавлял оркестр дальневосточных. Неплохой коллектив. И где-то я прочитал такую празу, что провинция – это состояние души. Я ни в коем случае не хочу упрекать в чем-то или еще. Я могу сказать, что, вы знаете, был Эдуард Афанасьевич Серов, выдающийся дирижер, замечательный музыкант. При нем был вторым дирижером Александр Васильевич Алексеев, который потом на несколько лет стал главным дирижером оркестра. Не Николай Алексеев, который был потом уже, да, вот в 80-е годы, в 90-е. А Александр Васильевич, так получилось, что один год мне довелось учиться у Александра Васильевича в аспирантуре. Я заканчивал аспирантуре вот в классе Александра Васильевича, потому что мой учитель Владислав Чернушенко, он уже не преподавал тогда. Вот, я, знаете, жизнь, она каким-то удивительным образом все ставит на свои места, потому что у нас, ну, к сожалению, мой папа очень рано ушел из жизни, ему было 39 лет, но когда вот он был, когда я был маленький, у нас была с ним такая игра. У нас была огромная карта мира, такая большая, ламинированная, и каждый вечер он ее расстилал, и мы делали маленькие кораблики, и по этой карте мы плавали, значит, в разные страны, там, так, ты куда? Я вот, значит, вот в Мадрид, там, я еще куда-то, там, я, значит, еще... Ну, мне было года 4, наверное, вот. Но таким образом я как-то узнал, по крайней мере, где Персидский залив, там, еще что-то, и я знал, что где-то далеко-далеко, вот на этом большом красном пятне, где-то там далеко справа, есть город, который называется Хабаровск. Просто я знал, что на Хэ вот что-то такое созвучное есть, вот. В детском саду у меня был друг, а было мне 5 лет. Они переехали из Хабаровска, где его папа играл на тромбоне в симфоническом оркестре. Спустя 20 лет я стал руководить этим оркестром. Вот. В консерватории, когда я учился, мы очень, так, знаете, с большим пиететом относились к фигуре именно Николая Геннадьевича Алексея, потому что он второй дирижер в оркестре Тимирканова, и, в общем, как нам тогда казалось, такой маститый дирижер, который знает какие-то там великие заоблачные тайны. И мы бывали у него на уроках. И, правда, он преподавал только для своего сына и для, еще для одного корейца. Вот. Но эти уроки мы старались посещать, потому что он рассказывал разные интересные истории. И он много очень рассказывал про Ульяновск. В частности, что вот в Ульяновске, значит, на мои концерты, где-то на площади уже нельзя было приобрести билет. Но это замечательно, когда, конечно, зал, такой большой зал, как Ленинский мемориал, заполнен. И нам довелось бывать на таких концертах, нам довелось играть на таких концертах. Но сегодня не получилось, но ничего страшного. Вот. Но, знаете, я всегда придерживаюсь такой точки зрения, что, знаете, пути Господни неисповедимы. Вот. В моей жизни, кроме Ульяновской и Ульяновского оркестра, сейчас как бы ничего нет. Поэтому я живу этим городом, я живу этим оркестром и стараюсь все, что я знаю, все, что я умею, все, чему меня научили, отдавать этому коллективу. И только при таком условии, при... Ведь, понимаете, вот мы же часто смотрим, да, вот когда, допустим, умирает какой-то известный актер, да, Царство Небесное. Вот. Его выносят из театра, да, и все ему аплодируют. Аплодируют, потому что у нас нету жизни как жизни, да. У нас нету жизни ради, там, каких-то материальных благ. Ну, понятно, на машине, наверное, всем хочется ездить, да, чтобы дома, там, потолок не валился, обои не отклеивались. Наверное, это хочется всем. Но наша жизнь, она все-таки является, если ты не служишь, то ты далеко не уйдешь. Потому что мы находимся на службе у того материала, который находится у нас в руках. Поэтому, что говорить, что будет дальше? Я могу сейчас сказать, что все, что от меня зависит и все, что со мной связано, это для меня Ульяновск. Это для меня наш Ульяновский академический оркестр. Вот и все. В ноябре прошлого года состоялся бесподобный концерт камерного оркестра. А вот планируется в следующем сезоне, может быть, правильно назвать восстановленного, но все равно это считалось дебютом, потому что давно у нас не было такого оркестра, да. Планируются ли вообще концерты? Может быть, будут абонементы на такой коллектив? Дело все в том, что камерный оркестр для нас это не просто как бы отдельный коллектив, да, вот в рамках нашего симфонического оркестра. Мы преследуем здесь очень важную цель. Первая цель, это, конечно, повышение уровня наших ребят, наших молодых музыкантов, потому что в оркестре сейчас много хороших инструменталистов, много хороших вот струнников, там, скрипачей, виолончелистов. И попадая в оркестр, в симфонический оркестр, все-таки они в какой-то степени обделены с точки зрения вот дальнейшего, скажем так, профессионального развития, с точки зрения вот каких-то технологических вещей. И мы специально подбирали в этот оркестр ребят вот именно молодых для того, чтобы приглашать к ним в качестве дирижеров, в качестве солистов. Ну, если вы обратили внимание, да, вот когда Максим Рубцов там был, да, вот в этом концерте, там я попытался совершенно уйти на второй план, и там многие произведения он сам как бы делал. Вот, поэтому, вот, чтобы у наших артистов было постоянно живое общение с лучшими представителями профессии, которые могут им дать гораздо больше с точки зрения штриховой культуры, с точки зрения вот какой-то такой специфики. Вот, поэтому мы обязательно будем приглашать. И, значит, в этом году у нас вот этот концерт будет в марте, потом я все-таки хочу сделать концерт такой посвящении Моцарта. Там у нас есть в планах и 12-й концерт фортепианной Моцарта, куда мы хотим пригласить вот замечательную пианистку из Казани. Вот наши ребята тоже должны там поиграть вот какие-то инструментальные концерты Моцарта. Потом на следующий год у нас запланировано с очень хорошей, известной японской скрипачкой концерт камерного оркестра, где будут звучать такая программа замечательная. Значит, вот времена года Вивадзе, и мы все прекрасно знаем времена года Пьиццолы, да, вот Астар Пьиццолы, да, там вот у него времена года в Буэнос-Айресе. А вот наш композитор, современник наш, Леонид Десятников, он сделал такую, знаете, оркестровую версию для струнных инструментов, для струнного оркестра, потому что у Пьиццолы там у него есть гитара, контрабас, у него есть аккордеон, у него есть рояль, скрипка, там, то есть там специфические составы для танго. А Десятников, он сделал такую аранжировку именно для камерного и для струнного оркестра, который звучит бесподобно совершенно, то есть времена года в Буэнос-Айресе Пьиццолы в оркестровке Десятникова. И вот будет такой концерт. Потом, конечно, для нас очень важно то, что оркестр должен ездить, причем он должен ездить не только по стране, это хорошо, если у нас есть какие-то выезды, это слава богу, но все-таки мы, Ульяновский оркестр, и как бы губернатор Ульяновской области нас субсидирует. Поэтому камерный оркестр как нельзя лучше подходит для различных выездных программ куда-то в муниципальное образование, в районы там и так далее, потому что сцены иногда... Вот замечательно есть дворцы культуры, да, вот в разных там, пока не очень знакомы, но знаю, что есть, с небольшими сценами, где может разместиться прекрасно камерный оркестр. Вот, то есть камерный оркестр для нас это еще и как способ популяризации нашей симфонической музыки, вот, но плюс ко всему это еще и способ немножечко поднять уровень наших музыкантов, наших струнников. Вот, поэтому, конечно, это будет обязательно. На следующий год у нас будет, допустим, опера «Иоланта», где мы хотим ее сделать совместно, может быть, с труппой оперной, или, может быть, с молодежной труппой, с молодежной программой Большого театра, где тоже есть великолепные певцы. Вот, с точки зрения приглашения, опять же, звезд, вот, к нам приедет Никита Борисоглебский, вот тот, с которым мы поедем в тур, замечательный скрипач. На следующий год мы открываем сезон с Николаем Луганским, выдающимся пианистом, да, который является одним из главных пианистов вообще в мире. И для нас, вот, приезд таких будет, конечно, Александр Рам, «Виолончелись» замечательный, лауреат конкурса Чайковского. То есть будут приезжать такие люди, в общение с которыми будет, как бы, играть на руку и имиджи нашего коллектива. И должен сказать, что, помимо всего прочего, конечно, очень важно правильно приглашать правильных дирижеров, потому что любое общение с хорошим дирижером – это огромный плюс, и это рост для симфонического оркестра. Потому что, ну, так получилось, что я сейчас дирижеру слишком много, ну, не слишком много, может быть, но больше, чем, может быть, должен был бы это делать. Вот. И со следующего года, ну, уже вот сейчас во второй половине года будут приезжать дирижеры, будут выходить к нашему оркестру. Вот. И на следующий год у нас замечательные дирижеры будут, и народные артисты будут, и молодые, выдающиеся такие лауреаты. То есть это все будет, и мы над этим работаем, чтобы, в первую очередь, у вас была возможность познакомиться с как можно большим количеством хороших профессиональных людей. Самая главная работа заключается в том, что если правильно, если очень грамотно распределить работу внутри коллектива, то можно, в общем-то, малой кровью добиться очень больших результатов. Ведь сейчас оркестр дает, ну, немыслимое количество концертов, огромное количество концертов дает симфонический оркестр. У нас каждую неделю новые программы, у нас каждую неделю какие-то концерты. Ну, вот, допустим, 20... Вот у нас было три концерта. 25-го, 26-го, 27-го января три концерта, посвященных блокадной тематике. Один из них, два из них в большом зале, третий концерт был в Димитровграде. Я очень не люблю таких дирижеров, которые приходят на оркестр неподготовленные, а ведь, как правило, так и случается, что вот много каких-то задач, дирижер приходит неприготовленный, там, ну-ка, давайте возьмем отсюда, ну-ка, давайте еще разочек повторим, и на самом деле в этот момент учит материал. Так вот, я таких дирижеров не очень уважаю, потому что я считаю, что чего бы тебе ни стоило, ты должен выйти на репетицию, и уже накануне ты должен знать, что ты будешь делать на этой репетиции. И тогда ты ставишь перед людьми грамотно задачи, что, пожалуйста, вы отсюда, отсюда, сделайте то-то, 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 и ты очень сильно экономишь время, потому что сидеть и часами там что-то репетировать до посинения, понимаете, ну, это просто абсурд. А, понимаете, художник выходит на сцену только тогда, когда у него в душе еще есть какая-то, знаете, эмоциональная свежесть, вот, помимо, помимо вот всего этого объема работы. Мне приходилось и в Петербурге слушать симфоническую музыку и в Москве, потому что дети и в Москве, дети и в Петербурге приезжают, тебя водят. И я вам хочу сказать, что вот надежнее вас ничего нет. Вот приходишь на наш концерт, и ты знаешь, что ты получишь то, что ты хочешь. А с вами вообще мы как в родном доме. Вот спасибо вам огромное. Появляется луч солнца, который разгоняет все тучи, который разгоняет всю вот эту нечисть, и звучит гимн победы, добра над злом, звучит гимн любви. Дорогие друзья, в завершении своего слова я хотел бы сказать вам, что исполнить можно любое сочинение, но исполнить его так, как оно написано в нотах, твердо следуя каждому указанию композитора, вот это большое искусство. Музыка, которая будет звучать сегодня в концерте, она будет идти из глубин наших сердец. Мы бы очень хотели, чтобы каждый, выйдя после этого концерта, стал, может быть, немножко лучше и стряхнул с себя вот тот вот весь груз повседневных проблем, которые сопровождают нас в нашей жизни. Потому что именно в этом заключается истинное предназначение искусства.